Много людей пишут про поликистоз, потому что не листают мою ленту, не смотрят ролики, которые были раньше. Я уже говорил в нескольких роликах и отвечал, что эта болезнь не такая, как ангина, когда надо полечить горло, а это сбой гормональный, сбой щитовидки, соответственно, подход должен быть комплексный, и лечить надо по всем пунктам. И все не так просто. Лечение у каждого по-разному происходит. Даже врачи дают разные абсолютно схемы, потому что подходят не всем и не всегда. Не так давно делал распаковку сайхерба, и там как раз я рассказывал про то, что у человека повышен тестостерон у женщины и инсулинно-резистентность. Соответственно, мы все это дело должны были приводить в норму. Так вот эти же самые признаки очень часто бывают при поликистозе. Поэтому, кто понял, тот взял на вооружение, посмотрел, там все добавочки перечислены. Ну, еще раз отмечу, что, как правило, пьют инозитол, альфа-липоевую кислоту, эр-липоевую кислоту, берберин. Обязательно дефициты белка, цинка, железо надо проверить. Поэтому плюс диета, соответственно. Рекомендую на это обращать внимание. По-другому никак не получится. Если про травы, то это лопух, одуванчик обязательно, ашваганда, красная щетка, воровая матка. Ну, все индивидуально. Пробовать различные схемы и не опускать руки. Все как обычно. Всем хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин